Издательство Эксмо Владимир Древс Миллионер с хорошей кармой Как найти предназначение и построить свой бренд Написав эту книгу, я понял одну очень важную вещь Если бы я сам прочитал эту книгу в начале своего пути, то уже 15 лет назад был бы известным и успешным бизнесменом Владимир Древс Часть первая Предназначение Привет, мой друг! Сразу хочу поставить все точки на «ты». Цель этой книги не понравится тебе. Я не буду вилять хвостом, как пес, который хочет конфету. Это значит, что некоторые мои слова могут ранить твое нежное эго, потому что я буду писать как есть, а не так, чтобы понравиться. Поэтому сразу доношу истинный мотив создания этой книги. В книге описаны серьезные вещи, которые ты не встретишь больше нигде, и они помогут тебе стать известным, богатым и влиятельным человеком. Но я хочу, чтобы эта книга попала в правильные руки, которые будут использовать ее во благо, а не для разрушения окружающего мира. Знакомо? Как часто мы содержим в чистоте наш дом и тело, и стараемся все самое лучшее приносить в свою семью, но при этом, не задумываясь, обливаем грязью окружающую нас среду или людей. Мы забываем самые важные, фундаментальные принципы счастья и процветания. Вот правильное и здоровое видение мира, которое я хочу изначально утвердить. Вся наша планета – наш родной дом, который мы должны оставить после нашего ухода лучше, чем он был до этого, а все окружающие нас люди – это наша семья, о которой мы должны позаботиться и которой мы должны помочь. Чем известнее человек, тем больше людей хотят ему подражать. Владимир Дрефс Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним. В древнем ведическом писании содержится один из многих законов Вселенной. Что бы ни делал великий человек, обыкновенные люди идут за ним, и какие бы нормы он ни устанавливал своим примером, весь мир следует им. Пхагават Гита Как я уже говорил, предназначение, законы позиционирования и личного бренда помогут тебе стать не только известным, но и одним из самых лучших экспертов в твоей нише. И ты, наверное, уже понимаешь, к чему я веду. Это даст тебе большую силу влияния на людей. Поэтому хочу сразу направить твои мысли в созидающее русло. Эта книга написана для ребят, которые хотят помочь нашему миру, нашей планете и окружающим людям. Я не вижу более достойной цели, чем осчастливить нашу семью, всех живых существ, и улучшить наш родной дом, нашу планету. Именно эту эстафетную палочку я и хочу передать тебе. Пусть твоя известность и влияние способствуют тому, чтобы твоя деятельность принесла прекрасные плоды, здоровые ценности и счастья всем и всему нас окружающему. Мы не знаем, каковы пределы человеческих возможностей. Никакие тесты, секундомеры и финишные ленточки не могут измерить потенциал человека. В погоне за мечтой люди заходят намного дальше того, что казалось их пределом. Потенциал, заключенный в каждом из нас, безграничен и еще не задействован. Когда вы думаете о пределе, вы сами его создаете. Роберт Кригель Отвертка Однажды после проживания в монастыре я спросил одного святого, скажите, пожалуйста, стоит ли мне стать известным, влиятельным экспертом в своем деле, или я могу просто довериться Богу, чтобы Он нес меня по течению моей жизни так, как Он этого хочет? И тогда святой произнес слова, которые в корне изменили все мое будущее. Не могу передать словами восторг, который я испытал в тот момент. У тебя есть два пути. Тот, который описал ты, нестись по течению. И другой. Представь себе Бога, который в правой руке держит отвертку, а в левой весь земной шар. Ты — это отвертка в его руках, и Он при помощи этой отвертки, то есть тебя, ремонтирует нашу планету. Но если ты будешь не отверткой, а профессиональной дрелью, то он сможет еще быстрее и больше улучшить наш мир. Понимаешь? Чем профессиональнее ты будешь в твоем деле, тем больше чудес увидит этот мир. Но добровольный выбор всегда за тобой. В наше время возможности и деградации многие готовы за мертвые деньги уничтожать живых людей. Можно увидеть известного, богатого человека, рекламирующего колу или алкоголь. Неокрепшая разумом молодежь, следуя его примеру из рекламы, подсаживается на эти гадости и портит себе жизнь. Другой миллиардер может зарабатывать свои миллиарды на продаже алкоголя, отравляя и ломая тем самым миллионы жизней. А мы заглядываем в рот таким горе-миллиардерам и с интересом следим за их жизнью. После одного моего видео мне написал парень, «Даже если я не буду это делать, то есть нести разрушение, то мое место займет другой». Может быть. Но у нас всегда есть выбор. Делать добро или приумножать грязь. Надеюсь, что ты понимаешь всю серьезность того, о чем я тебя прошу. Используй, пожалуйста, данную книгу и полученные от нее плоды для улучшения нашей планеты и возвышения сознания окружающих, а не для того, чтобы какать в умы людей, которые тысячами будут следовать за тобой. Законы кармы никто не отменял. Будешь использовать силу, которая заложена в этой книге правильно, во благо всем и всему, и твоя жизнь будет наполнена смыслом и процветанием. А если неправильно, то есть не во благо, то рано или поздно ты упадешь с большой высоты на землю. Это касается всех. Даже тех, кто сейчас зарабатывает деньги не экологичным образом. Это всего лишь вопрос времени. Само чувство, что ты человек, который меняет судьбы людей в лучшую сторону, дает удовлетворение, насыщение и чувство здоровой гордости за свои поступки, оно бесценно. Не могу похвастаться, что всегда думал так, как сейчас, и всегда вел такой образ жизни. Многое было запущено. Не стоит повторять моих ошибок. Когда бумеранг прилетает назад, это больно. В своей жизни я много чего попробовал. В 25 лет я стоял на сцене, выступая перед тремя тысячами немцев на корявом немецком языке и с сильным русским акцентом. Это было время сетевого маркетинга. Я был звездой одной сетевой компании. Люди толпами фотографировались со мной и брали у меня автографы. Потом, когда я попал на долг в 30 тысяч евро, то решил заняться бизнесом. В 27 лет я открыл свой первый ночной клуб. Это было время алкоголя, измен и ночных тусовок. За счет этого у меня развалилась семья. Жалею ли я об этом? Я благодарен Богу за все то, что у меня есть сейчас, но жалею, что принес боль огромному количеству людей в прошлом. В 31 год я открыл спортивный магазин и стал фитнес-фотомоделью. В мою жизнь ворвалось еще больше денег и славы, а вместе с ними пришли и наркотики. В 33 года меня сломало. Морально и физически. Я всерьез думал, что умираю. Не было энергии, сил и мотивации. Я чувствовал себя у разбитого корыта. Пришло время переоценить все то, что я делал. В 35 лет я решил все продать и стать монахом. Продав магазин и всю свою мебель, я ушел жить в храм. В храме я прожил три месяца, но затем понял, что монахом я стать не смогу, потому что остались желания, которые я хочу осуществить. Тогда я дал себе слово, что моя деятельность будет направлена на улучшение жизни других людей, а не на зарабатывание денег. Деньги — это результат хороших поступков. Успех — это не то, сколько мы заработали, а скольким людям мы помогли. После храма я решил посвятить два года обучению и саморазвитию, но на это у меня ушло целых три года. Целыми днями я обучался, читал и работал с наставниками. Не буду сейчас рассказывать о навыках и знаниях, которые я приобрел, чтобы это не показалось хвостовством. Если у тебя будет желание познакомиться со мной поближе, меня легко можно найти в соцсетях. Единственное, что я хочу сказать о себе, у меня есть сильное желание изменить этот мир в лучшую сторону, вернуть в него ценности, справедливость, желание бескорыстно помогать нуждающимся, правду, любовь и так далее. И я знаю, что одному мне это не под силу, но верю, что сотни, тысячи людей последуют моему и твоему примеру. Вместе мы команда, вместе мы сила, Секрет счастья прост для понимания, но не всегда прост для исполнения. Делай счастливыми других и будешь счастлив сам. Становясь человеком-брендом, важно при этом оставаться все-таки человеком, а не превращаться в бренд. Из интервью журналу «Люмон». Как найти предназначение и построить свой бренд? После обучения у Бода Шефера позиционированию я получил от него наставление изучить эту тему глубже. И я начал изучать работы по личному бренду и позиционированию на российском рынке, но в основном это была пыль. Много красивых слов и никакой конкретики. Поэтому не хочу, чтобы люди думали, что это очередная пустая книга о бренде. Эту книгу я решил написать необычным образом, соединив, как многим может показаться, совместимое с несовместимым – бизнес и духовность. На самом деле, духовность в бизнесе – это необходимость, а не исключение или что-то из области мистики. Под духовностью я в первую очередь понимаю экологичный бизнес, который будет нести благо, а не разрушать. Но для этого мы должны четко понимать ответы на самые важные вопросы. Кто я? Какое у меня предназначение? Каковы мои таланты? Какие действия приведут меня к счастливой жизни, а какие – к страданиям? Почему, помимо позиционирования, я решил раскрыть именно эти темы? Все просто. Во-первых, если мы упакуем твои таланты и твое предназначение в бизнес, то такой бизнес будет тебе приносить кайф. Во-вторых, если мы будем строить позиционирование, делать отстройку от конкурентов на наших талантах, то конкуренты поотваливаются сами собой. Как это выглядит на деле, ты узнаешь во втором томе, посвященном позиционированию. А сейчас я залезу в твой мозг и начну там потихоньку менять нейронные связи. Местами это будет казаться тебе прикольным, а иногда у тебя внутри будет все закипать. Поэтому рекомендую тебе читать эту книгу и периодически задавать себе вопрос, а что, если то, что здесь написано, так и есть? Ведь все, что мы знаем, это когда-то услышанное, увиденное, прочитанное и так далее. И, как ты понимаешь, не всегда это можно отнести к авторитетному знанию. Но именно так мы оцениваем все то, что слышим в первый раз. Поэтому вы можете встать перед дилеммой. А я думал, это так. Кто же прав? Как сказал мой духовный учитель, основная причина всех страданий — это невежество. Мы не знаем, как себя вести и как поступать в различных ситуациях. А еще хуже, сделав паузу, добавил он, это когда мы услышали то, что является искажением, и приняли это за правду. И когда мы слышим авторитетные вещи, мы начинаем в них сомневаться. Ведь наша психика устроена так, что все нами услышанное мы пропускаем через фильтр. Это мне нравится, а это нет. Примером, я разговаривал с одним парнем, который каждый день курит траву. И, что самое прикольное, он уверен, что это не портит здоровье. Говорю ему, «Ты знаешь, какой наркотик самый опасный?» «Героин», — отвечает он. «Нет. Самый опасный наркотик — это трава, потому что люди, которые ее курят, даже и не подозревают, что они наркоманы. Ведь ты наркоман. Ты знаешь это?» «Нет, я не наркоман», — чуть не подпрыгнув от удивления, возразил он. «А как долго и как часто ты ее куришь?» «С девяти лет, но только по вечерам. Она помогает мне расслабиться, ведь она полезна для здоровья», — неуверенно произнес он. «Я сам читал в интернете, что курение травы очищает легкие и лечит от многих заболеваний». Вот откуда он получил такую информацию, что трава полезна для здоровья? От торговцев наркотой? Трава помогает расслабиться. А что, для этого надо употреблять наркоту, которая разрушает здоровье? Понимаешь, о чем я говорю? Можно употреблять наркотики, заблуждаясь в том, как они на нас воздействуют, и не знать, насколько сильно они разрушают наше тело и психику. И когда ты говоришь человеку правду, то между тем, что он слышал раньше, и тем, что он узнал сейчас, возникает диссонанс. Поэтому, если мы хотим быть реально счастливыми, мы должны понимать, что является авторитетным знанием, а что может привести нас к страданиям. Это нужно, чтобы не превратиться в ходячую помойку с набором искаженных истин.